всем привет 5 июля пятница заключительный торговый день на этой неделе с вами евгений каташов компания fix for trader мы с вами будем смотреть сейчас на рынок форекс с точки зрения зон маржинального обеспечения с точки зрения опционов объемов данных против толпы и технического анализа рынка это 5 основных столпов на которых держится наша комплексная аналитика в рамках которой принимаем решение на вход в позицию удержание позиции по средней сроку но средний срок у нас зависит не от времени удержания позиции от четко ограничен идеями окончания недели по той самой причине что очень короткие стопы в нашей методике и по факту оставлять позиции на выходные понимая что даже минимальный гэп 15 20 пунктов может лишить нас законной прибыли в общем мы не делаем не переносим официально позиции на выходные а работаем именно до окончания недели следовательно с большой долей вероятности все те позиции которые откроются у нас сегодня если они откроются то мы будем закрывать с вами ближе к вечеру ближе к закрытию американской сессии и уходить на выходные с чистой совестью абсолютно не задумываясь о том что происходит на этом рынке что-то поменялось или нет да и это очень страшно я сейчас постараюсь объяснить почему то есть вчера у нас сша был выходной в принципе день независимости праздновали все замечательно все красиво и биржа семье у нас но официально не работала а у нас есть закрытие ниже чем зона 1 2 по такому замечательному инструменту как золото были ли там так называемые выбивания там маржин колов о которых я официально в открытую говорю что они как бы есть точно так же как я в открытую говорю про какие-то плечи плечо 1 2 плечо 1 четвертым вернее 2 4 плечо на основании которых мы строим зону официально ничего не было но как этот момент использовать в торговле я должен прям вот вам сказать что я впервые столкнулся с этим моментом за вот активное пользование зонами три или четыре года да вот именно чтобы произошла у нас смена тенденции вот на такие в такие дни реально столкнулся с этим впервые поэтому я не буду вам врать юлить говорить о том что нужно делать так или нужно делать не так давайте будем смотреть на то что происходит на рынке реально пытаться отторговывать ту ситуацию которая заложена в алгоритмы в наши как бы показал закрытие ну я постараюсь поработать по этому закрытию возможно когда-то такие моменты еще повторяться если это повторится то ну будем уже строить какую-то статистику какие-то исследования можно историю залезть сейчас посмотреть что там было на историю но скажем так не такой уж и сильный инструмент в рамках которого я пытался сейчас что-то искать что-то менять пока будем работать по смене тенденции по золоту а там посмотрим и так что у нас произошло да вообще ничего не произошло до еврик вчера во флете тенденция осталась на среднесрочная шартовая работаем на обновление минимумов на тест недельной контрольной зоны голубого цвета по фунту ситуация аналогичным образом выглядит по шартовому ждем коррекционный откат чем выше уйдем тем лучше работаем на обновление минимумов и на тест недельной контрольной зоны также голубого цвета астралийский доллар противоход идет евро и фунту ну как бы мы понимаем что каждый инструмент живет своей жизнью оцениваем каждый инструмент отдельно здесь по зонам именно по зонам определен основной акцент на это делаем да то есть по зонам маржинального обеспечения пока среднесрочная лонговая тенденция да и по технике в рамках среднесрока она более-менее похоже именно на лонг и мы об этом поговорим новозеландец точно так же как она вазь и австрал но за новозеландцем должок маленький если по австралу вот здесь мы обновили минимумы которые были у нас начале недели то новозеландец не сделал ничего подобного и если говорить прям честно открыто откровенно вот такая модель нарисую прям стрелочками это самая модель которую лично я очень боюсь и объективная каждый раз объясняя причины по которым я боюсь эти модели что сужающийся что расширяющийся модель треугольников это по сути моменты неопределенности моменты набора позиций выход выстрел может быть абсолютно в любую сторону предсказывать какое будет движение глупо я сейчас на новозел и делаю акцент точно так же как и на австрал то есть пытаясь но не то чтобы спрогнозировать да то есть то что будет делать новозеландец в течение сегодняшнего дня я считаю что иного и о вернее то что будет делать австрал тоже будет делать и новозел по крайней мере я не покупаю эти инструменты связано это именно с опционным анализом далее быстренько смотрим фьючи на ену канаду и швейцарец который у нас перевернуты в принципе все стрелочки которые будут нарисованы здесь непосредственно на парах у нас будут противоположные стороны но поение у нас среднесрочные short это значит по паре у нас среднесрочный long канада у нас среднесрочный long это значит по паре у нас среднесрочный short здесь же по швейцарцу у нас среднесрочный short по фьючам я по паре это значит среднесрочный long и вот то самое золото которыми я говорю несколько ранее смена тенденции произошла я рад этой смене тенденции не буду скрывать до уровень так классный уровень хороший замечательный и будет или не будет дальнейшее движение вниз лично мне очень бы хотелось конечно чтобы это движение было но в общем здесь пока среднесрочный long и нефть нефть у нас среднесрочный short но в этот же самый момент мы наблюдаем вот за такой замечательной стрелочкой голубеньким цветом я ее нарисую стрелочка говорит нам о том что у нас есть сигнал по внутри дневной возможной лонговой тенденции как минимум до зона 1 2 мы находимся в идеальнейшем месте чтобы попытаться в эту позицию зайти удержание недельной контрольной зоны закреп за зоной 1 4 коррекционный откат к четвертинки построенный от максимума который у нас был можно сказать на самом открытии вчерашней торговой сессии в азии да и вот отсюда чуть ли не шартануть чуть ли не точка входа в режиме реального времени по нефти присутствует по крайней мере мы не будем работать на продажу до того момента пока не протестируем зону 1 2 все что мы сейчас с вами посмотрели это прям грубо вот не думая не пытаясь там что-то анализировать то что нам показывает автоматический советник по зонам то есть показывает места потенциальных остановок тенденции накладывая меньшие тенденции на большие тенденции мы пытаемся работать по большей от уровне поддержки меньше да это дробные наши зоны но сейчас давайте будем рассматривать каждый инструмент отдельно и уже накладывать на него наши основные фильтры по объемам опционом данным по толпе и техническая составляющая рынка в качестве точки входа поехали и так по евро в принципе ничего не поменялось реально ребят можно смотреть вчерашние мысли вчерашний прогноз до данных по опционам кстати сегодня не будет даже не надейтесь не ждите связано это с тем что мы просто сама биржа семьи абсолютно ничего не выдаст поэтому особый акцент обращаем внимание на уровень макс пэйн один 1260 это идеальное место для экспирации но этот уровень находится за границей рынка поэтому я бы все-таки рассчитывал на вот такое нисходящее движение как минимум к нижней границе рынка вернее к верхней границе рынка да и это нижняя граница недельной контрольной зоны то есть что-то вот такое напрашивается работать или не работать по этому моменту принимайте решение кажется самостоятельно идея у нас были поработать здесь от четвертинки лимитной позиции со стопом за максимум и самое главное это идея они основаны на том что вот эти позиции объективного выхода из данных позиции нет здесь выход только был по моим личным идеям по моим личным тараканом связанным с тем что они удерживать позиции на выходные но с другой стороны то у нас на выходные ничего не произошло меня тупо по без убытку забрала здесь и об этом показывал вот в этот день 2 июля посмотрите обзор когда забрав 1 2 теки зачем-то третью часть позиции вот прям ювелирника поставил меня забрала именно спрэда те кто воспользовались нашими рекомендациями те кто сидят позициях те кто правильно пилили без убыток именно без убыток они пытаться вычислить выцепить какую-то прибыль и до сих пор обязаны сидеть вот в этой позиции прибыль 100 пунктов по четырехзначным котировкам должна лежать на их балансах на и депозитах с точки зрения давайте глянем объема что у нас происходит по данному инструменту максимальное скопление объемов у данного среднесрочного движения находится выше обращаем с вами конечно же внимание на то что с технической точки зрения это большей степени походит на ланговый тренд глобальная информация и принципе только обновление вот этих минимумов по технике нам долгосрочно скажет о сломе ланга до этого момента получается что мы как бы работаем в коррекцию риски следовательно немножечко уменьшаем но этой коррекции есть замечательные цели более того с точки зрения толпы тут также есть замечательный момент на который следует обратить внимание на этот момент абсолютно по всем инструментам у нас сейчас сложился у нас происходит скопление стопов за максимум и минимум и среды почти по три процента и говорить о том что все это вот так может как-то погулять сходить собрать эти стопики эти стопики это не говорит о том что кто-то побежит за вашими стопами это говорит о том что если мы сюда придем на эти стопы шпилечки 15-20 пунктов иногда это 10 пунктов как мы глянем по канаде было у нас вчера даже на пустом рынке в общем все это дело может быть мвп сегодня кстати поэтому будьте готовы к тому что после такого тонкого рынка который у нас был вчера да и я не скажу что прям огромное количество участников рынка у нас после всех этих празднований начнет работать то есть рынок будет тонким и движение вечером 15-30 по москве могут быть просто ахалами и это еще и относится у нас забегая вперед скажу к канаде потому что мы по канаде очень замечательные важные прикольные новости посмотрите сами кому интересен экономический календарь но в общем по канаде вообще не значит он будет там возможны полеты 100 200 пунктов как вверх так и вниз а может быть в одну только сторону может быть и в две стороны поэтому очень внимательно сегодня вот будьте готовы к этим новостям полетать может так как летала последние полгода далее поехали фунт против доллара ничего не поменялось мы походили за вчерашний день аховые 23 пункта вообще за двое суток мы находили аж целых 34 пункта это если выкинуть из мысли нашей идеи там по азиатской сессии до которые были у нас позавчера то есть европейской сессии позавчерашнего дня и до сегодняшнего дня 35 пунктов ничего не происходит нам конечно выгоднее здесь искать продажи продажи мы ищем из диапазона выгодных цен 126 41 27 25 сужаем этот диапазон глядя на объемчики мы видим максимальное скопление объемов у нас располагается в диапазоне 1267 126 99 127 да поэтому желательно поработать где-то из этого диапазона но не отрицаем факт того что и вплоть до зоны 1 2 ему легко можно сходить потому что эти локальные максимумы как бы не будут перебиты в общем пока не получилось сузить диапазон поиска точки входа весь диапазон выгодных цен используем для поиска паттерна здесь аналогично у нас есть топики как сверху так и снизу собираются они в одних и тех же местах толпа не сказать что какие-то явные движения но небольшой набор покупателей большей степени нам говорит о том что почему бы нам не сходить вниз да и самих покупателей более 70 процента учитывая идею работать против толпы учитывая идею что толпа у нас зарабатывает не так часто как хотелось бы этой самой толпе то в принципе прогнозируем движение дальнейшее нисходящие вниз где искать точку входа сказал но очень уж это дело как бы высоко и рассчитывать прям сегодня что мы сходим и вверх и потом дадим первый тейки я бы сильно не стал поэтому официально фунт вне рынка австралийский доллар против американского доллара но получилось так что на этой неделе ни одной позиции нет учитывая границу рынка учитывая тест премии я говорю о том что если буду покупать и говорю об этом еще с понедельника что если буду покупать данные инструменты покупать его будут только на следующей неделе а в течение этой календарной недели очень бы хотелось продавать если бы мы дали закреп за четверти най без теста 1 2 или за половиной ни того ни другого у нас не произошло следовательно идей на продаж нет идей на покупку также у нас стоит огромный запрет просто сидим смотрим ждем чем все это дело закончится и по окончании сегодняшних торгов будем принимать решение уже именно в понедельник по объемам у нас большей степени прогнозируется лонговое движение максимальное скопление объемов 69 94 приблизительно золотая четвертинка находится у нас там с точки зрения толпы последние два дня не происходит ничего но глобально пару недель у нас набираются продавцы 50 на 50 соотношения покупателей продавцов есть стопы в чистом значении которые находятся ниже текущего положения пары то есть сбор вот этих стопов учитывая факт того что они в чистом значении не перекрыты лимитными позициями вот тут возможно ложный пробой 15-20 пунктов ну или не ложный но по крайней мере импульсное движение в 15 20 пунктов на обновление вот этих минимумов очень возможно те кто любят поскальпинговать те кто готовы сидеть за компьютером те кто готовы здесь выставить и рискнуть позицию сел стоп соотношение там буквально один к одному ребят велкам это неплохой момент не сказать что здесь можно сделать что-то больше прогнозировать какие-то дальнейшие цели идеи я бы здесь не стал новозеландский доллар против американского доллара все очень похоже вначале уже сказал с австралийцем но мы не обновили вот эти максимумы по сути находимся в таком поджатии рекомендовать что-то совершать здесь я бы лично не стал поэтому быстренько смотрим где у нас объемы чтобы вы понимали давайте котировки обозначим зон 6666 это половинка 66 966 это четвертинка с технической точки зрения да и с точки зрения зон маржинального обеспечения напрашивается лонговое движение уровень депо как бы находится ниже и как бы для тех кто смотрит только зоны и вот такой вид объемов 66 76 это чуть ли не . входа со стопом 21 пункт максимальное скопление объемов всего импульсного роста выше и следовательно она мешает нам входить позицию на покупку прямо сейчас потому что это будет покупка в объемы дает толпа здесь ничего явного последнюю неделю не показывает 50 на 50 если говорить про стопы которые существуют у нас то в большей степени я опять же говорю о том что почему не забрать вот эти 25 уже пунктов как вы знаете каждое деление этих стаканчиков это 5 пунктов но тут чем черт не шутит сходить на обновление максимум забрать вот эти стопы если говорить про скальпинг внутридневную торговлю то вот это движение напрашивается в большей степени чем движение по шарту на австрал да мы говорим то есть раз направленные такие скальпинговые идеи по данным инструментом есть все ничего интересного переходим далее доллар иена здесь среднесрочные покупки с точки зрения зон маржинального обеспечения с технической точки зрения вот этот тренд у нас настоящий момент сломан возможно формирование конечно же вот такого вот ложного пробоя и это плохо потому что против этого ложного пробоя у нас идет вот такой вот ложный пробой который говорит о том что почему бы не пойти наверх и целями вот этого красного ложного пробоя будет глобальное обновление максимумов которые у нас вот тут находятся каждый раз когда кто-то из вас говорит о том что я зашел в покупку там по такому-то паттерну и что-то отработал вы не отработали пока не получили хотя бы первую минимальную цель если говорить о том что же обозначает этот ложный пробой и вы пытаетесь вот такими фактами апеллировать своей торговлю пытаетесь такими фактами апеллировать своих сообщения кулички да вы должны понимать ложный пробой чего и что разворачивает это движение ведь если это движение разворачивает вот это движение значит и говорить о том что вы заработали можно только тогда когда инструмент окажется здесь если вы где-то там частично фиксанули закрыли позицию потом радостно бегаете кричите о том что вы находитесь прибыли ребят я считаю лично что это не очень правильно до момента пока они получают первых объективных целей я никогда не радуюсь прибыль да и вообще Я не радуюсь прибыли до момента вывода и даже сказать, пока не потратил эти деньги Пока я их не потратил, эти деньги не принадлежат мне Пока эти деньги лежат вообще на счету, какой бы плюс у вас там не плясал Какой бы плюс вам там не показывала методика системы и ваши открытые позиции Не нужно раньше времени радоваться о том, что эти деньги у вас в любую секунду Может произойти все что угодно и эти деньги исчезнут виртуально, реально, как угодно Но они могут исчезнуть Значит, поене Еще раз, с точки зрения зон у нас только лонговый сигнал По технике здесь ограничения По недельной контрольной зоне, которой у нас 4 раза мы тут били с нее на этой неделе Также ограничения на покупку Здесь очень классный был сигнал по паттерну H4 Мы про него вчера замечательным образом говорили Который уже дал соотношение 1-2 Мы те, кто зашли по этому паттерну, рекомендация была простая Забирайте свои 100 долларов То есть у нас же риск рассчитывается от размера стопа А здесь стопик был всего-навсего 8 пунктов Если вы в эти 8 пунктов заложили там риск 100, 50, неважно сколько Закрыв половину, вы полностью перебиваете свой стоп Сейчас позиция официально должна находиться без убытки Так называемая безрисковая позиция с потенциалом просто феерическим, просто огромным Но если уж выбит и пойдет инструмент закрепляться ниже зоны 1-2 То ничего страшного не будет, будете просто переворачиваться Официальных сделок рекомендовать что-то новое я на сегодняшний день не могу Здесь объемы вроде бы помогают Толпа здесь поене Не сказать, что что-то хотит Но хотя тоже обратите внимание на вот эти стопики 10 пунктов вверх, 10, не больше, но 15 может быть На пробитие максимумов, которые у нас были 3 июля То есть поработать позицией buy-stop на сбор вот этих стопов возможно Хотя тут же в этот же самый момент Общее количество толпы, которые находятся в больше времени в покупках Говорит, что ну его нафиг лезть туда Много сигналов на покупку, много сигналов на продажу Самым умным решением будет в данном случае не заходить в рынок А просто остаться в стороне и пытаться поработать с другими инструментами Вот инструмент, который может ой-ой-ой, как сегодня погулять Мы находимся на локальных минимумах Вчера были идеи ложного пробоя Обратите внимание, вот они Те самые 18-15 пунктов, про которые я частично часто говорю Вот они, посмотрите эти стопы Вот именно это может произойти со всеми теми инструментами, на которые я отдал акцент Много это или мало, каждый принимает решение сам Я не работаю по таким моментам Очень редко, последний мой вход был где-то порядка 2 или 3 месяцев назад На сбор стопов по фунту Все это удачно очень закончилось Но те, кто хочет, те, кто хотят Вот такими моментами поработать сегодня прям очень много возможностей Коротко, агрессивно достаточно Позициями buy stop и sell stop Это те позиции, которые лично я называю одними из самых тупых позиций Потому что входя в такие позиции, вы по сути сами официально говорите о том Что вы один из самых худших игроков По той самой причине, что вы входите по самой худшей цене, которая только может быть Да, ну вот обратите сами внимание Те, кто опять же шортили вот здесь на сбор этих стопов Да, заработали, как говорится, победители не судят Но извините, за вот все то, что мы видим на графике Покажите мне, пожалуйста, самую худшую точку, где можно было зайти в продажу Понятно, что она вот она Ну да, сейчас она, конечно, вот она И там есть те, кто продали И там есть те, кто сидят в этих самых продажах Но до этого момента Это была самая худшая точка входа в позицию То есть вы априори себе ставите хуже всех тех игроков Которые работали на всем этом движении На протяжении всего июня Вы понимаете, что вы зашли по самой-самой-самой плохой цене, которая только возможна Но как идея того, чтобы поработать очень коротко внутри дня По сути, доплевал я на всех тех, кто мне там что-то говорит, что-то рассказывает Ну и зашел я похудше Но я заработал, а ты сидишь, скажем так, без делок, без рынка Рекомендует делать это только тем, кто непосредственно находится за компьютером А не пытается там просто поставить позицию сейчас И уехать там отдыхать на дачу, на работу Может быть куда-то, ну тоже поотдыхать на работу Да, кто же еще в пятницу-то будет работать на этой работе Ну в принципе здесь Что можно сказать-то по Канаде вообще Глобально я жду разворот Разворот этот связан опять же в большей степени именно с опционным анализом Граница рынка у нас очень высоко Уровень MaxPlay у нас точно так же высоко И к сожалению войти в эти позиции официально Да, по закрепу там где-то, который я ждал Чтобы мы сюда или сюда ушли И поработать вверх я не могу Поэтому любые покупки сегодня будут Как вариант это такие сделочки на троечку Я не собираюсь их совершать Есть у меня на сеточном счете У меня, кстати, там беда полная Но я еще в январе говорю о том, что Ребята, я очень надеюсь, что этот счет хотя бы переживет 3 месяца А сеточный счет всегда рано или поздно сливается Там у меня есть беда Наборы позиций по Канаде, по Швейцарсу И, блин, гады в разные стороны Наборы позиций и там, и там минусуют Это, конечно, дает себе знать Но, не знаю, с отпуска приедем А приеду я, кстати, уже в конце следующей недели И через пару недель уже мы начнем Прямые эфиры вернутся И мы сможем в прямых эфирах совершать объективно какие-то сделки Там уже будет интересно Что сейчас делать? Ребят, ничего Ну нету позиций, нету возможностей Аналогично и по Швейцарству Ну ничего нету Если вы зашли, вы сидите 25 пунктов стоп у нас стоял И ничего не произошло По паттерну 32 пункта первый тейк 110 пунктов второй тейк Но нового-то ничего не произошло Объемы по Швейцарству, как у нас были Внизу так и остались Толпа по Швейцарству, как у нас в большей степени набиралась продажа Что говорю о возможном продолжении лонгового движения Так и осталось Стопики как снизу, так и сверху Это говорит о том, что почему бы и вот так не поработать И причем эти стопы у нас и в чистом значении видны В максимальном значении Короче, зашли, если сидите Если у вас нету позиции Ну только максимум можно поработать на сегодняшний день По сбору стопов Там может быть часть оставить на каких-то шпильках На тех данных, которые выйдут у нас 15-30 из США Слетать можем, конечно, далеко, я этот момент не отрицаю Но прям новые позиции открывать, наверное, не рекомендую И вот золото Что же делать-то с золотом, да, друзья Если мы все-таки поменяли тенденцию То есть сразу давайте сделаем так У нас огромное количество ограничений сейчас по данному инструменту Если и работать по золоту в рамках импульс-коррекция и импульс То лично я сразу буду делить как минимум на 4 все эти риски Почему на 4? Ну, первое, спорное закрытие, как я говорил Второй момент, если все-таки это пошел тренд вниз То у нас есть идея по поводу того, что этот тренд сломался Вот через такой паттерн замечательный Да, который говорит о том, что ну его нафиг продавать Давайте-ка лучше будем покупать на обновление максимум То есть есть огромное количество ограничений Если у нас сейчас уровень депок перетечет куда-то наверх То есть здесь цена поторгуется То я буду входить в позицию со стопом за этот максимум Первый тейк 1410.02 Второй тейк 1397.94 Аккуратненько поработать на продажу С точки зрения объемов противоречий в принципе быть никаких не должно Объемы старые предыдущего импульсного роста внизу Объемы вот этого падения мы находимся в них И если депок перетечет, то это не как бы продажа в объемы Это как бы продажа от объемов Толпу по золоту нет смысла смотреть Но давайте глянем В большей степени набирается в покупке Также напрашиваются продажи Есть стопы 2 с лишним процента за локальными минимумами вчерашнего дня К тому же эти стопы у нас и в чистом значении видны Поэтому да, продажи по золоту такие короткие Возможные объективны И последний инструмент Но инструмент, по которому возможно совершить точку входа Нефть марки WTI Которая после отбития от недельной контрольной зоны Дала закреп за зоной 1.4 И после этого дала коррекционный откат Ребята в режиме онлайн точка входа Стоп 70 пунктов Первый тейк 110 пунктов Дальний тейк можно бросать на обновление максимум 326 пунктов Объемчики, если посмотреть по данному инструменту Это единственное, что мы можем посмотреть Они, конечно, мешают Обратите внимание Покупка прям в объемы Учитывая, что мы работаем как бы в контртренд К зонам маржинального обеспечения Мы понимаем, что с точки зрения вообще видимой картин Вот это движение очень сильно напрашивается Поэтому не больше, чем в 4 раза уменьшаем риски И позицию аккуратненько можно открывать С тем самым стопом, который я вам сказал несколько ранее По сути все Если будет что-то интересное в течение дня Там постараюсь со смартфоном где-то что-то выкидывать по группам Наши группы в телеграм Ссылочки в описании Мои данные и контакты все в описании Обращайтесь в любое время Пока только телефон выключен Телеграм и скайп работают Все наши продукты и ссылки на все наши продукты Также в описании Бесплатно получить данные по объемам в описании 70% скидка на сторонний ресурс Которым я очень активно пользуюсь Это данные против толпы в описании Все в описании Давайте аккуратненько завершим эту неделю Официальных объективных сделок у меня по счетам Паттернам нет таких Но может быть у вас что-то есть И вы заработали искренне За каждого из вас рад На сегодняшний день желаю всем поменьше стопов Максимум прибыли Подписывайтесь на канал Делитесь этим видео С вами был Евгений Каташов Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok